Ну что, дробовик Лож Фелл Винтера, ты так часто слышал о нем до сегодняшнего дня, ты еще чаще будешь слышать о нем и дальше, так что наверняка ты захочешь разобраться, чем он особенный и как его получить. Что ж, об этом я тебе с удовольствием расскажу, давай начнем с того как. Меня зовут Джонни Лейни и я рад, что ты снова здесь на канале Трипл Вайп. Квест Лож ожидали в игре еще с тех пор, как умелые датамайнеры получили данные о нем пару месяцев назад, тогда стало ясно, что дробовику во второй части быть. Что история Железного Лорда Фелл Винтера будет рассказана в этом сезоне, ведь она тесно связана с Распутиным. Кстати, если все еще не видел на канале ролик про историю Лорда Фелл Винтера, советую посмотреть. Мы старались, пока работали над ним, а у тебя как раз наверняка тонна вопросов о персонаже, но сейчас не об этом. Мы тут ради квеста. Расскажу о нем, но сначала небольшое спонсорское сообщение. Raid Shadow Legends это мобильная RPG игра, в которой тебе предстоит собрать команду из сотен различных чемпионов. Прокачивать их навыки и артефакты. Становись сильнее, чтобы победить новых боссов или сразиться с другими игроками. Вот тут ты можешь сражаться вместе со своей командой с главным боссом и выбивать крутые артефакты. А здесь ты испытываешь свои силы против других игроков и можешь добыть себе славу. Проверь себя на прочность в нескончаемых турнирах, сражаясь в гнезде паучихи, на плато ледяного голема, со всемогущим лавовым рыцарем или печально известным драконом. Но даже это не все, ведь в мае Raid получит патч 1.15, который откроет новые возможности для турниров на арене. Зарабатывайте очки в соответствии с вашим уровнем и зарабатывайте потрясающие награды в турнирах, как локальных, так и глобальных. Да к чего же ты ждешь? Под видео тебя уже ждет ссылка на загрузку игры. Качая рейд по моей ссылке, ты не только поддержишь мой канал, но и получишь уникальные бонусы 100 тысяч серебряных монет, а также крутого чемпиона Сикача в качестве бонуса. Но поспеши, предложение действует лишь 30 дней. Я уже жду тебя в рейде. Итак, квест Ложь доступен всем игрокам. Первый его этап выдает Анна Брей на Марсе. Изначально этот шаг требовал прохождения 9 миллионов открытых мероприятий, усилиями всего сообщества. Однако, после того, как он был завершен, задание скорее всего просто скипается и Анна сразу отправляет вас на второе задание. Разобраться с некими секретами Распутина. На Востоке. Восток это та самая карта из Горнила, которая и располагается на пике Феллвинтера. Запустить это задание можно с ЕМЗ, в левом нижнем углу. Тут нам нужно найти три сканируемых предмета, осколки фреймов, ворсатов и сивы, и послушать краткие комментарии от Анны при расшифровке. Попробуй что-нибудь выяснить. Здесь есть запись о том, как Распутин выполняет команду активировать штурмовых фреймов. Целую армию. Но их цель один Экза. Зачем такая мощь против одного? На эту точку указывает расшифровка сообщения военного разума. В ней упоминается сива. Но я ничего не понимаю. Я была уверена, что Железные Лорды сами явились за частицами сива. Феллвинтер хотел с их помощью отстроить город. Я думала, что Распутин перепрограммировал частицы сива, чтобы они напали на Лордов при входе в хранилище. Но здесь говорится, что он отдал сива новый приказ задолго до этого. Он использовал частицы как... ...приманку. Железные Лорды пришли за сива не по собственной воле. Распутин привел их. Я поймала расшифровку старой команды, которую Распутин отправил по каналам связи своим подсистемам. Он обнаружил угрозу в Старой России. Кажется, произошла какая-то утечка данных. Не понимаю, но он направил туда почти всю свою огневую мощь. А потом еще и военный спутник сбросил. После того, как просканируете все необходимое, отправляемся на традиционный гринд-этап. Нужно сделать тысячу убийств из дробовика. Любого. Да, звучит жутко, но я помогу выполнить это быстро. Заполнять четвертое желание на рейде «Последнее желание». Оно перенесет тебя на этап с ведьмой Шура Чи. Тут у тебя будет возможность бесконечно пополнять свой боезапас с помощью флага. А мобов тут мелких просто тонна. Минут 20-30 и дело в шляпе. Если играешь за охотника, то связывай противников с помощью супера ночного охотника и убивай из дробовика. Так прогресс пройдет быстрее. Также советую взять в третий слот экзот «Буксировочная пушка». Это тот самый воздушный дробовик с огромной зоной поражения. Также все это можно набивать на миссии «Шопот» или на «Протоколе», но там чуть геморройней, на мой взгляд. После этого этапа возвращаемся к Анне Брей, слушаем ее, говорим, а она нас отправит в бункер Распутина на Луне. Тут сначала общаемся с военным разумом, а затем попадаем внутрь бункера и слушаем историю Фэл Винтера, рассказанную Анной Брей. После чего в невероятно красивой локации забираем дробовик. Да, вот так просто. Стоит ли дробовик того? Ну, отдельным видео я сделаю обзор на оружие, расскажу о плюсах, минусах, сравню его, но, спойлер, да, дробовик получить все же стоит. Только не распыляйте его, из-за бага его почему-то все еще нет в коллекции. На этом пока точно все. Услышимся в скором обзоре на шотик. До связи!